Что для нас и для России вообще стабильность? Стабильность это стабильное, хорошо работающее правительство. Стабильность это молодой и талантливый президент. Стабильность это премьер-министр, который имеет могучий опыт управления и становления страны, которой 10 лет назад практически и не было. И также 10 лет назад никто и не мог и мечтать о вещах доступных, сейчас доступных. Это доступное жилье. И кто-то может сказать, в том числе и я, что жилье все-таки стремительно дорожает. Да, это правда, да, это так. Мы рано или поздно, но все-таки должны догнать весь мир по уровню цен. Москва даже перегоняет. Но провинция, как то Магнитогорск, сейчас вполне доступна за реальную сумму купить и дом, в пределах 5 миллионов, в поселке Ежный, например. Можно купить трехкомнатную квартиру, недорогую, новую абсолютно. Конечно, вам придется вложиться, там небольшой ремонтик, но все-таки это стало возможным. Почему? Потому что заработала ипотека. Почему? Ну, потому что мощные структуры, финансовые структуры остались стоять на ногах. И только с ними нам бы хотелось бы работать в таком очень щекотливом вопросе, как ипотечное кредитование. Почему вопрос щекотливый? Ну, потому что количество банков в городе Магнитогорске, точнее, вот всяких представительств типа ЗАУ или ООО, превышает аж четыре десятка. Сами подумайте, кому из них можно доверять. Ведь рано или поздно даже самые стойкие из банковских структур, как тут в Соединенных Штатах Америки, потерпели кризис. Но единственная структура, которая с 1841 года существует в мире, и которая, ну, ни почем, ни черный вторник, ни дефолт, это Сбербанк. Поэтому думайте, кому доверять. Конечно, с доверием в России проблема, и это не случайно. И если по телевизору только прекратили показывать ужастики про жилищные инвестиционные фонды, то ужастики, распространяемые последствием слухов, прекратить сложно. Но мы попытаемся. Итак, развенчаем слух о Кабале на всю жизнь, на которую типа попадаешь, оформив ипотеку. Груст ипотеки, он выглядит тяжелым только на первый взгляд. Это первые пару лет действительно платежи по кредиту, по ипотеке довольно большие. Но впоследствии платежи ежемесячно снижаются на сумму погашения вами основного долга. И в последующие годы сумма значительно меньше. Не стоит забывать о том, что ежегодно жилье у нас дорожает как минимум на 20%. В то же время инфляция, допустим, за прошлый год составила 11%. Чем раньше вы возьмете кредит на приобретение жилья и начнете его гасить, тем и дешевле вам это жилье впоследствии будет. У нас много заемщиков, которые пару лет назад брали однокомнатные квартиры. Уже благополучно за них расплатились. Вы сами вспомните, какие цены были два года назад на однокомнатную, и какие сейчас росты в два раза. На сегодня они уже взяли дополнительные кредиты и живут уже в трехкомнатных, и так далее, и по нарастающей. То есть бояться больших платежей по кредиту не стоит. Это они на первый взгляд на сегодня выглядят большими. Через полгода они уже кажутся намного меньше, и по факту так и оказывается. И как человек, уже обратившийся к услугам Сбербанка России, да, знаете, и я оформил ипотеку, и у меня есть многостраничный график платежей, скажу. Первая страница заставляет призадуматься, ну а последняя заставляет смеяться. И не зря рассказ этот мы ведем на фоне многочисленных филиалов Магнитогорского отделения Сбербанка России. Теперь работать с этим банком и обслуживаться стало удобнее многократно. Помнится, раньше Сбербанк ассоциировался только с кассами, но поскольку у вас большое количество клиентов, ну и платежи увеличились, как Сбербанк подготовился к тем людям, которые приходят, ну и элементарно не хотят стоять в очереди, чтобы погасить, ну скажем, платежи, которые по сумме гораздо больше, чем платежи этих самых бабушек и пенсионеров. Да, ранее, не скрою, у нас были очереди по погашению кредита. В настоящее время эта проблема полностью исчезла. То есть у нас в городе работает 40 касс, которые принимают платежи. Платежи по кредитам специально выделены отдельные окна по приему платежей по кредитам, где в течение максимум двух минут можно прогасить кредит. Достаточно нас два в только номер кредитного договора и вашу фамилию. Также в нашем городе на сегодня работает большая сеть банкоматов, где вы с карточки Сбербанка России можете погасить свой кредит. Либо у нас во многих филиалах и магазинах города стоят уже киоски самообслуживания, где вы просто наличные деньги вкладываете в киоск и оплатеж по кредиту вам автоматически проводится. А теперь еще раз обратимся к мировому опыту. В чем-то Россия, кстати, перегнала Америку. Там, к примеру, серьезные деньги на ипотеку вам дадут только при наличии положительной кредитной истории за последние 7 лет. Сбербанки, и это меня радует, требование одно. Стаж работы не менее 6 месяцев. И в случае с людьми, которые мечтают жить в Магнитогорске, есть и еще одно преимущество. Наличие местной прописки не является необходимостью. В чем это не стимул руководителям предприятий платить достойную ипотеке зарплату, чтобы их рабочие с благодарностью и воодушевлением работали честно и ответственно. А учитывая стоимость продовольственной корзины и, приплюсовав туда цифры ниже озвученные, сделать Магнитогорск местом реализации проекта увеличения рождений. Ну и завершая сегодняшний ваяж по филиалам Магнитогорского отделения Сбербанка России, скажем честно, мы проехались только по 8 из его составляющих, а их аж целых 25 штук. Но дело в том, что тема нашего сегодняшнего репортажа это все-таки ипотечное кредитование. В завершении сюжета хотелось бы, конечно, в очередной раз поплакаться и сказать, что для 90% жителей города Магнитогорска тема ипотечного кредитования пока недоступна, потому как уровень зарплаты не тот. Но если вы стремитесь, вы можете этот уровень зарплаты и поднять. Для этого организуйте собственный бизнес, ну либо на жену организуйте собственный бизнес, крутитесь, вертитесь. Есть и другая передачка, где мы все это дело объясняем, как сделать правильно и потратить примерно 18 тысяч рублей в месяц. Это для того, чтобы вы купили однокомнатную квартиру. Или, допустим, 50 тысяч в месяц, для того, чтобы вы купили себе коттедж приличный. Идея и суммы практически достижимы. Главное только желание. Желание и стабильность. Стабильность в России уже достигнута. А ваше желание, вот вопрос только за ним.